а вот об этом смотри знаешь что это все показывается да 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 вот это желтым что выделено все а ты черкес по национальности нет я украинец это похвально так что вот здесь пишется не видишь желтым выделяется московское государство написано чудесно это все упоминание из грамот начала 17 века вот это все упоминание московского государства из грамот михаила федорович у меня вопрос стоит в следующем я набрал на учебники истории россии за седьмой класс на странице 69 пишется следующая фраза тяжелое положение населения бывших русских земель вызывало постоянные восстания против польских и литовских передал также упоминается что стали бежать там крестьяне в россию и российском государстве основали города харьков сумы охтырку старгостки зюм и тому подобное меня вопрос за какое российское государство россию и русские земли может идти речь если посмотреть на настоящую историю вот такую на документах я не могу знаешь как это рассуждать прямо на профессиональном с профессиональной точки зрения об истории там древних веков потому что я не изучалась про меня бы про первую мировую войну спросил ли про вторую мировую я бы с тобой пообщался ну как я сейчас как я вижу эту ситуацию по крайней мере да мы же условно говоря можем это сравнить с туре разных стран и той же германии ее там объединило условно говоря руси хотя столица ну давай давай не уходить куда-то далеко какая какая российское государство если здесь мы четко видим московское государство почему не пишется в учебниках московское государство московия и москва и как угодно только не пишется если не ошибаюсь не фальсификации до определенного периода то есть если я не ошибаюсь до князя ивана третьего собственно этом пишется московское государство московская эта грамма 3 только что показал михаил педорович романовый первый романовый 17 век вот смотри еще летопись новый летописец называется это 17 век с 1584 по 1630 года написанная местным летописцем первое же что идет это было естественно московское государство но если ты ее откроешь если ты ее откроешь там почитаешь сотни возможно даже тысячи она довольно большая упоминаний московское государство московский народ московский царь московский язык даже язык московского государства народ московского государства и куча и куча и куча и куча на противовес литовцам немцам полякам там много всяких народов татары упоминается это все ясно я же не договорил я же говорю то что пруссия образно говоря, также Германию объединило, но там почему-то, не говорится, не говорилось германской империи, там, германский дух, говорилось прусский дух, прусский язык. Смотри, нет учебника немецкого, нет учебника немецкого, в котором будет писаться, что там в 17 веке уже была какая-то немецкая империя, Великая Германия и тому подобное. Я вижу учебник истории России, 7 класс, который прямо, прямым образом выдвигает фальсифицированную историю, показывает абсолютно не то, что есть в оригиналах, в документах, абсолютно передергивая вещи, такие, как то, что на территории бывших русских земель, там, какое-то население восстало против гнета польских и литовских феодалов. Пишется, что на территории российского государства были основаны города Харьков, Сумы, Ухтырка, Острогорск, Изюм и так далее. Но, если посмотреть засечную черту московского государства, вот, засечная черта московского государства, опять-таки, это Яковлев, историк, пишет, вот она проходила, проходила, вот Тула, вот. В каком-то веке, в каком-то веке. Это 17-й век, вот. А можешь показать? Черта, черта, засечная черта, вот, видишь? Не-не-не, век-век-век имеется в виду. Выше, выше, выше. Ну, там есть выше, правее. Вот. Вижу, вижу, да. В 17-й век, засеченная черта, где он заканчивается, получается? На Туле заканчивается. Вот, говорю, да? Вот это... Да, это оборонный... Ну, это, собственно, где границы уже укрепленные максимально. Это та территория, которая вот прямым образом контролируется стопроцентно. Дальше уже идут такие серые зоны, где татары могут пробегать, могут казаки пробегать. Ну, такая территория спорная. И вот на этой спорной территории, как раз, и селились украинские казаки, которые в учебнике ни разу не упоминаются украинскими, и украинцы даже не упоминаются. Малороссы упоминаются. Опять-таки, передергивание и фальсификация. Вот. Это пишется на территории Москвы. То есть, тут фальсификация на фальсификации. У меня вот вопросы вот такие возникают. Почему фальсифицируют историю прямым наглым образом? Смотри, если бы я там разбирался хорошо в этой теме, я бы, наверное, как-то бы с тобой насчет нее детально поговорил. Я уже тебе сказал мою позицию, что Московское княжество, Московское государство первое сумело объединить вместе со Великим княжеством Литовским бывшие земли, которые назывались Киевской Русью, которые там Виталий Соловьев или как его там называли, Владимир Соловьев, я уже не помню, историк, обозначил Киевской Русью. И, как мне кажется, как в Руси, да, там, как образно говоря, там, королевство двух Сицилий объединило эти земли. Вот, понимаешь, уже звучит, смотри, объединение. Какие объединения? Киевская Русь – это искусственный термин, придуманный Максимовичем в XIX веке. Да, само государство Русь существовало, там, очень недолгий период, как единое, при Владимире, при Ярославе, вот, возможно, еще, так, кое-как, между их сыновей, но даже тот же Владимир, Владимир, тот же Креститель, он пришел к власти спустя междуособной войны, братьев, спустя несколько там лет. Так же и Ярослав, и так дальше. То есть там о единстве вообще никогда речи не шло, на самом-то деле. Там было разное княжество, которое окончательно раздробилось это все в 1132 году. Эти княжества на территории современной России себя Русью вообще не считали. Они считали Русь, как каких-то иностранных интервентов, да, оккупантов. Это пишет Робинсон, историк, когда Андрей Боголюбский там говорит за Русь, как отдельную страну. То же самое Новгород себя не считал. И так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть это все не было объединением чего-то, каких-то одного народа раздробленного. Данилевский, Игорь, про это пишет. Никакой единой, древнерусской народности не было. Это все формировались отдельные народы. То есть то, что вы называете воссоединением, чем-то там объединением и так дальше, возвращением, это обычный захват чужих территорий. Это все. Ну смотри, вот тоже можно пример... Это пропаганда. Если из истории Китая привести, то есть до этого, до династии Цинн. Знаешь, что такое Циннская династия? Смотри, я вот сразу тебя предупреждаю. Я не разбираюсь в истории Китая. Я не знаю, какие были там народы, которые они захватывали. По-любому, да, династия Цинн захватывала другие народы, это 100%. Как и любая империя. Захватывала народы и ассимилировала. У кого-то получалось, у кого-то нет. Даже Римская империя захватила множество территорий. Некоторые народы полностью исчезли, а некоторые остались существовать. Например, те же евреи, которых она изгнала, да, из Иудеи, из Израиля. Вот, они бы и жили... Нет, я просто тебе привожу примеры из истории других стран. Как бы то, что, вот, например, Циннская империя, которая являлась по факту манжурами, вообще никакого отношения там к китайцам не имеющая, там, и к ханьцам, да, знающие только манжурский язык, объединил весь Китай. До этого там были династии Юань, монголы объединяли Китай, да, там, под предварительством Чингисхана. Смотри, ну, это понятно. Это понятно. К чему это? К чему это? Ну, я веду это к тому, что династия, которая объединила Китай, наследовала историю всего Китая, всей территории, на которой находится Китай. Ещё раз, смотри, вопрос был фальсификацией, фальсификацией, очевидной, откровенной. То, что, дальше, вот, например, пишется в учебнике, значит, национально-освободительное движение началось после нескольких неудачных казацких восстаний, вспыхнуло национально-освободительное движение, какое-то национальное, в 17 веке, освободительное, но, правда, не пишется какое, украинское или какое, а, скорее всего, русское, потому что тут бывшие русские земли. Но, опять-таки... А ты какой учебник смотришь просто? Я в такой не проходил-то, по крайней мере. История России 7 класс, вторая часть, 2023 год издания. Это самое новое. Самое новое, да. Я не знаю, просто я по-другому учу. Да-да-да. Ну, я думаю, тех тоже там ненамного отличалось. Ну, ладно. Его возглавил шляхтич Гетьман запорожских казаков Богдан Кмельницкий. В 1648 году в связи с крымскими татарами, казаками Кмельницкого нанесли поражение польским войскам под Желтыми водами, Корсуними, Пеляцами, а в 1649 году Сборова. То есть, пишется, что какой-то шляхтич, Гетьман запорожских казаков, возглавил, да, это все действительно так. Но, опять-таки, не упоминается, что на гравюре Богдана Кмельницкого, если открыть его гравюре, посмотреть, есть подпись в 1651 году князь или герсток, или вождь украинского народа. То есть, он... Там четкие были ассоциации с украинством самого Богдана Кмельницкого. В его письме 1656 года говорится за украинское государство. Вот это все на протяжении всего учебника истории России за седьмой класс не упоминается ни разу про украинцев. То есть, опять-таки, умалчивание, передергивание и фальсификации. Ну, как бы это, мне кажется, в учебнике любой страны какие-то неудобные факты не упоминаются. А для чего? Вопрос тогда, да. Для того, чтобы вселять в граждан страны какой-то патриотизм и дух. В чем появляется здесь патриотизм? В том, что сманипулировано на украинцах, например, на России несуществующей. В чем патриотизм? Ну, имеется в виду, что какие-то факты, которые есть, их лучше, наверное, народу не знать. Нет, смотрите, пишется на территории бывших русских земель восстание было, национально-освободительное движение. То есть, вот сюда подставляется. Ну, просто вот лично для меня, как бы, эта дискуссия, как бы, насчет, вот, почему я древние века особо-то не изучал, вот именно истории, там, России, Украины, там, Беларуси, потому что, как бы, споры об этом могут вестись бесконечно. Нет, споры ступорятся. Банально, если вам покажу соборные уважения за 1649 год, оригинальные, где пишется московское... Да, Алексея Михайловича. Московское государство, государство московское, можно здесь, как бы, вот, листать, не туда, продолжать. Ну, это понятно. Таких документов тьма, я понимаю это. Да, это все вот здесь, вот. Если вы боитесь, то, что русское царство, как некоторые люди его называют, там тоже сотни таких документов вы сможете найти. Если вы так же поищите. Из фальсифицированных, да? Как у Вызлова, например. Вы знаете работу Вызлова? Довольно интересная работа меня заинтересовала. Первое... Я так не изучал эту всю тему, хорошо. Не, вы сказали, что в документах есть куча русского... Я видел такие документы, имеется в виду. Я могу вам поискать, там, найти как-то, если я этим займусь. Но в нюансы вы не вдавались, правильно я вас понимаю? Я же... Нет, имеется в виду, у вас они все под рукой, у меня их под рукой нет. Секунду, в нюансы вы вдавались? Вот, например, история скифская Вызлова. Знаете Вызлова? Ну, слышал что-то, да. Вызлова, это довольно известное. В кругах там есть вроде как русское царство, русское государство, все на свете. Только вот есть такой маленький нюансик. Если, знаешь, дьявол кроется в деталях, вот, это, ну, классический сценарий, в принципе, что здесь вот, если мы начинаем только из его, значит, ну, как, из мест, как его, про что будет идти, про что речь будет идти в этой летописи, да? Здесь вот сначала там часть такая, часть такая, часть такая. Здесь везде пишется чисто Московское царство. Московское царство, Московское государство. Вот здесь вот все. Вот. И с первой страницы там пишется, что мы принадлежим, у меня нет этого скрина, к сожалению, но мы принадлежим, значит, к Москве. А еще есть народы Литва, Польша, россияне и так дальше. То есть, россияне, это имеется в виду Русь, отличается от Москвы и Лизов сам себе к этому причисляет. Вот. Ну, что делать с теми моментами, что вот есть там, встречается действительно какие-то русское что-то, да? Государство какое-то. Или царство. Что с этим делать? А все очень просто. Мы открываем критический анализ историков, например, тот же Чесноковый, блин, как бы вспомнить? Сейчас, буквально секундочку. Чесноковый, короче, пишется за то, что эта история, когда попала впервые, да, к Варуке Миллеру, и Татищеву, это историки времена Екатерины Второй. Да, они это все проверяли, на цензуру в том числе, вот, и то, что их не устраивало, они просто переписывали. То есть, фактически, полработы, которые попали сразу к этим историкам, они просто были подданы жесточайшей, можно сказать, цензуре, да, вот, и фактически фальсифицированы еще тогда. И даже вот эта фраза про то, что он относится к мозгам, там была переделана на Руссию, то есть, там прямо перечеркнуто вот так и написано, значит, сверху, что нужно, чтобы уже в издании было, да, когда будут переиздаваться работы, то есть, половина работы, которая попала сразу к этим, она фактически переделывалась, фальсифицировалась под современный лад 18 века, вот, а остальная часть, которая не попала тогда в те руки, она осталась в оригинале, и вот почему такие есть заблуждения. Подтверждение тому можно найти, например, в работе Сергея Соловьева за, это его известная очень работа «История России из дальнейших времен», вот, вот, Москва, 1867, да, вот здесь он на странице, получается он был, да, да, страница 404, здесь он вставляет оригинальные документы, в том числе, вот, вставил документ 1713 года из Министерства, Московского архива Министерства иностранных дел, меньшику, князю Василию Лукичу, долгорукому, в Копенгаген 1713 года, и пишется, цитата, во всех курантах печатает государство наше московским, а не российским, и того ради позвольте у себя сие пристричь, чтобы печаталось российским, о чем и, впрочем, ко всем дворам писано, вот таким образом, то есть пишется, что везде московское пишется, надо бы, пора уже писать, переписывать историю, более нам удобную, ну, вот, имперскую, то, что мы возвращили русских земель, руси и тому подобное, потому что, если мы посмотрим на то, что работы, которые не переписаны, медали, например, вот прекрасные образцы, это какие-то медали, уставлено, медаль Петра Первого, вот заготовка, написано, московский, где там написано, Петр Первый Алексеевич, повелитель, московский, присно-прироститель, это вот такой чертеж, а если мы откроем естественного оригинала, это гравюра, здесь тоже московитый, понятно, вот, здесь то же самое, то есть оно никак не перепишется, оно сохранилось вот на металле фактически, и на латынице тоже версия, здесь в Москве, вот, это все сохраняется, да, то есть здесь с оптенцификацией, как бы я понимаю, все эти документальные факты я примерно понимаю, как бы для меня все равно сути это не меняет, как бы я понимаю, что там московское княжество, московское царство, оно было, его там могли называть как угодно, но это не меняет, как бы примеры из других стран, там из той же Пруссии, из того, да вы не набили примеры конкретных стран и их учебники, я не знаю, что там написано, вы доказательств мне не показали, я к другому веду, имеется в виду, что страна, как бы, которая, образно говоря, объединяет бывшие земли, бывшего там государства, там, образно говоря, если бы не Москва там объединила часть земель, не объединяло, еще раз, это пропаганда, ничего там не объединялось, я тут захватывалась буквально, Новгородская республика, первая, ну ладно, не первая, была Рязанская княжество, Псковская, не объединяла, опять, выкориньте это слово, не объединяла, не освобождала, не спасала, ничего, чисто захватывала другие княжества, Рязанская, Псковская, Новгородская, не республика, Новгородская, пала в 1478 году, после битвы на Шалоне, а потом в 1570 году, Иван Грозный устроил Новгородский погром, геноцид по современным меркам, целого этноса, в данном случае новгородцев, там формировался отдельный этнос, он выделялся еще Игорем Далилевским, что формирование было, вот, таким образом, про объединение мы не говорим, это чистая пропаганда, и вы ее сейчас пытаетесь танцевировать, так хватит, в других странах, такой же захват был, земель, которые... Другие, другие, вот только современная империя российская осталась, австрийской нету, немецкой нету, британской тоже нету, осталась российская империя, она проводит ту же политику, вот смотрите. Британская также осталась, просто на одном виде существует. Не вижу, чтобы она кого-то там геноцидила сейчас, как и Россия геноцидит, сейчас Россия геноцидит украинцев, как и раньше, а Британия не видела, чтобы сейчас что-то геноцидила, кого-то геноцидила. Вот, смотрите, наглядный пример фальсификации, истории в Российской империи, как сейчас Россия делает в учебниках современных. То есть, это фальсификация, это вековая. Вот смотрите, в чем прикол. Это работа Корба, Георга Корба. Он на латыни написал работу про путешествия в Москве. И вот буквально сразу же на третьей странице какой, вот ерб изображался со всеми там княжествами, да, вот ербы всех княжеств, которые состояли. Понятно. Казанская, Казанская. Ну да, да, да. Вот, собственно, что значит в оригинале. Вот оригинал. Это я подписал все. Оригинал. Значит, подпись есть. Подпись. Кстати, подпись, это довольно интересно там переводится, про то, чему учит Петр своих людей, свой народ. Вот сейчас я вам буквально цитатку зачитаю. Значит, Петр, ты учишь московитов умножать оружием, дарованное тебе царство, войны, наставшие среду с твоим воцарением, одолевает крепости. Вот что подписано. Все, больше ничего здесь нет. А теперь мы смотрим, как, ну, эта работа перевелась потом, перевелась потом на российский язык, перевелась. Вот эта надпись осталась, слава богу, это даже удивительно, что осталась. Но появилась подпись на кириллице, написано «Еб русского царства и его областей». Это было переведено, ну, это же, как переведено, было вроде в начале 20 века, уже при Николае II. То есть, корп, у него работа путешествия в Москву, там он вообще Россию и не упоминает, фактически, насколько я помню, ни разу, как такого. Если упоминает Россию, то только в плане Руси, которая была в 13 веке. Я читал на документах. А, ну, прекрасно, там очень много чего интересного. Так вот, везде московская, 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 московский народ и так дальше, так дальше. Но здесь вот уже добавилось, уже вот куда-то прилетело. И вот, момент, 64 страницы. Вот, латынь, мы смотрим, смотрим, пытаемся каких-то русских там найти и все остальное, я не знаю, как вам сделать, чтобы видно было. Московиты, вот, Московым там пишется, это все ясно. А здесь вот, что у нас в переводе. Появляются русские. Московиты вот те, что вот здесь, да, вот. Вот они, московиты. Вот они. А русских, русских здесь, как мы видим, не наблюдается. Вот. Пожалуйста. А можете вот немного отдалить? А вот мольче я вижу, да, да, моски. Моски, да, моски. Это все понятно. И вот таких фальсификаций в этой книге, ну, если постараться, если постараться, их же можно действительно найти, там, ну, просто, о, 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 смотрите, идеально, я специально подчеркнул, где все это, вот, как сопоставить с переводом, да, если вы не знаете латынь, вот, пожалуйста, вот у нас есть, что там написано? Патриарх Московский, моски, моски, московиты и тому подобное, красным выделено, и вот, что у нас появляется в переводе. В Россию равным образом и русский, что-то там, не дозволяется по своему усмотрению ездить. То есть москвитяне действительно упоминается, вот московский патриарх, тот самый вот московский патриарх, тот, что вот здесь вот пишется, правильно? А там уже появляется в Россию что-то ездить, хотя здесь... А что это за книга, это была патриархована на русский, это сайт какой-то? Это, ну, так она и называется, путешествие Московию. А, она переведенная на русский. Просто, да, переведенная. Но переведенная она неправильно, вот прямо так. Понятно. Да, то есть это классификации древние, это современные и древние, и так всю историю России. А еще раз, в каком году он поехал? В 1698-1999. Дневник путешествия в Московию, и так называется работа. Я понял, я понял. Ну, как бы очевидно, если он так это назвал, что он всех жителей, как бы, тогдашнего территории Москвы, московского там государства, русского царства, как хотите называете. Да, нет русского у него, понимаете? Это добавки, вот они искусственные. У него это, как раз я понимаю, что если он ехал в Москву, в Москву, как он называл, он будет всех называть московитыми. А то, что там русские, это неправильно перевели, да, там, ну, добавили. Их добавили, где их нет. Их просто добавили. Это фальсификация. Это фальш. Ну да, да, это неправильный перевод. Это фальш. Неправильный перевод, это намеренный фальш. Это ж не один, не два раза. Я вам показал эти... Эти документы, которые вы показали, да, мне там, то, что я латынь немного понимаю, это, ну, как бы, фальш, да, очевидно. Очевидный фальш, да. И то сейчас делают об учебниках. Фальш, 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 фальш. А где это вы нашли? Это сайт какой-то или просто обычный перевод? Ну, вот это на сайте хранится, восточная литература называется. Там собрание документов. Вот разделенные фоны, это прям примечание. Но вообще таких работ не есть же. Ну, в тот сайт помещены работы просто, которые хранятся на архивах в электронном виде или неэлектронном. А там в этом сайте для удобства, вот, что и там скупировать можно, что-то выделить, что-то найти. А так то же самое. Так для чего-то все делается? Я так и не понял. У вас цель здесь какая просто? Вы хотите там доказать, что там... Не-не, цель... Вот как раз у меня цель. Я спрашиваю. Я пытаюсь, чтобы люди местные, да, россияне, они хоть понимали, по чем они учатся? По чистому фальшу. Про Россию мифическую, про объединение, как вы говорите, земель мистические. То, что это объединение, спасение. А вот сейчас в Украине война называется защита и спасение народа Донбасса. По защите Донбасса освобождают, что там еще? Возвращают русские земли, опять те же мифические, которых не было русских. Есть московские, а московскими тот же Харьков никуда не был московским. Это основали его украинские казаки, там жили украинцы всегда, там также в Сумах, в Октырке. Острогорск, кстати, он находится сейчас в Воронежской области, хотя по факту этнически украинцы всегда в нем жили, доминировали, вся территория до Острогорска от Украины, это полоса украинских селений. Я вот не знаю, это все тоже спорно насчет городов. Например, инфраструктура, которая построена в этих городах, самые известные достопримечательности, они были построены либо в Советском Союзе, либо в Российской империи. Потому что постоянно эти города были под оккупацией Российской империи, и потом из Советского Союза они никуда, ну скажем, не были в других государствах. А тут же, например, Львов, Тернополь, там, Житомы, другие города, они были, например, это в какой империи эти города будут, таких они будут там обустраиваться. Это вообще не зависит от того. Они по-любому будут развиваться, так или иначе. То есть, это полнейшая чусь пропагандическая. Ну видите, британцы, например, там, Калькутту, Даку, или там, Дели нормально не обустроили, как это было, как бы, мусором, сараем. Так это и осталось сейчас. Я вообще без понятия за историю Дели, например. Я знаю то, что сейчас русские, сейчас русские, пользуются пропагандическими терминами, как вы говорите, за объединение русских земель какими-то московскими князьями в 15 веке. Так сейчас вот, почему эти учебники так резко стали, резко изменились именно в 2023 году? Потому что они сделаны как раз под пропаганду, под тезисы Путина. Там говорится за то, что, например, украинский национализм, в 11-м, учебники по истории за 11-й класс, что украинский национализм, имеется в виду патриотизм, не знаю, что вот имеется, в принципе, как украинство, оно было создано в Австрии, в австрийском генштабе, в Галиции, например, в 19-м веке. То есть, вот почему в 7-м, учебники за 7-й класс и, естественно, я так понимаю, и дальше, и дальше, никаких украинцев не упоминают. Хоть я вам могу показать украинцев, например, Яна Дыка в 1660 году по нации украинец подписался в Краковском университете, так как поляки подписывались. Вот, могу вам показать в манифесте Екатерины, переведенном за 1764-й четыре упоминания украинцев по нации. Могу показать украинский народ во времена Богдана Хмельницкого, другие едьманов, Юрия Хмельницкого, князя Украины, украинское княжество могу вам показать, могу показать договоры, гадецкие договоры, где упоминается русское украинское княжество и так далее, и так далее. Это все существует, это все есть. Вот, украинское государство было, но про него ни одного слова в учебниках. Для чего? Для того, чтобы сказать что украинский национализм придуман извне, другими какими-то государствами, а на самом деле это те же русские, которые жили на русских землях, бывших русских землях, например, как пишется, вот здесь я вам цитировал, вот, и таким образом мы идем возвращать, а эти украинцы это вообще какие-то самозванцы, которые пришли сюда непонятно откуда. Это все в целях пропаганды. Вот чего я пытался добиться, чтобы вы осознавали, что вашими умами с самого детства будут манипулировать откровенно, в своих целях империалистических, абсолютно. Ну, так любое государство делает, в принципе. Нет, не любое. В Украине, когда я учился по учебниках, мне не писалось про то, что, например, никогда не было там, белорусов, или поляков, или русских, и так дальше. А тут их создали где-то, ну, где их могли создать? На Кавказе где-то? Где там? Это новый учебник, понимаете? Кто-то создал, например. Это же Баэд. В старом учебнике, если не ошибаюсь, такого не было, понимаете? Я не знаю, вот новый учебник, я по нему не учился, я его не изучал. Как бы старый учебник, он достаточно нейтральный. Ну, в старых учебниках, получается, где-то говорил из-за воссоединения бывших русских княжеств. Я же вам сказал не про воссоединение, я сказал то, что любое воссоединение это захват, так и так. Есть мирным путем захват, есть военным путем захват. Так и так, любое государство объединяется путем захвата. Так и так, какое-то государство... Да ладно, а как возникла речь по сполитой, можете сказать? Ну, не было, польско-литовская подписка, тоже захват, как я понимаю. В смысле, захват? Там войны не было, чтобы что-то захвачивать. Там просто сели два государя, великий князь литовский и король польский, сели за стол, подписали союз, который фактически создает конфедерацию из двух государств основных, хотя туда входило еще и русское княжество, как-то на правах третьего по своему масштабу. И тут такая конфедерация, которая захвата не предусматривала. Там просто объединились два государства в одно. Это вследствие ливонских войн, как раз таки московского царства и тирана Ивана Грозного, который угрожал великому княжеству литовскому в первую очередь, захватывал ливонские земли, ну и, естественно, создали такой союз против, как НАТО какой-то, небольшой, а маленькой НАТО с 16 века. Вот. Представляете? Так что это не захват. Вот видите, у вас психология захвата. Чтобы что-то воссоединиться, как-то нужно захватить и снести города. Была воссоединена там Кальмарская уния, там Объединенное Содружество, там те же штаты, это же тоже союз, это тоже уния отчасти. Но, условно говоря, какая-то часть, так скажем, объединений, оно было под давлением. Это считается захватом. Не знаю, вы сами определение даете на ходу? Давайте загуглим, что такое захват, а то мне кажется, вы что-то придумываете, собственную историю, как в этих учебниках о России. Собственная история придумается, она не зависит от других каких-то мнений. Это сами себе придумали. Смотрите, я вам привел пример из истории разных стран, четырех государств. Германии, Китая, Италии, как бы трех государств. Вот. Захват, результат агрессии, военный захват, то есть оккупация, другого государства или его части, аннексия, имущественный захват, например, еще есть, но это все как бы грубой силой. Так что, вы сами придумаете термины, свою историю. Если территории захвачены даже путем захвата, они же все равно объединяются отчасти после этого, если они были части какой-то. Захватывается, не объединяется. Объединяется, это когда вот объединились вместе, два сели, два друга сели, объединились в пару, так сказать, чтобы там что-то вместе сделать, не знаю, колесо в машине поменять, например. Вот это объединение, добровольное объединение, вот это объединение, оно с чем-то более позитивным ассоциируется. Вот потому вы подменяете понятие. У вас захват соответствует термину объединения. А захват это когда ты пришел, пришел, значит, к своему там умовно знакомому и тупо взял у него эту тачку или там что-то тупо взял, отжал, захватил его дом, выгнал оттуда или еще что-то. Заложников, захват заложников, знаете, вот не объединение заложников, а захват заложников. Объединили заложников, они вместе все сидят, вот дружные, им же нормально, они объединились в одну группу, получается, правда? Давайте я вам пример приведу. Их насильно объединили против их воли, их не отпускают, это захват. Это не объединение. То есть у вас подменопонятие, это как Гитлер делал, не делайте как Гитлер. Гитлер говорил, что он еще освобождать немцев. Если бы западу Германия захватила бы восточную Германию, она же объединилась бы при этом? Или что? Как вы это называете? А как объединилась, кстати, Германия? Ну нет, нет. Современно. Не про это. Про это. Нет, это чисто вы просто попались. Вы попались на том факте, что Германия ненасильно объединялась. Ну и что? Какая разница? Так не было захвата какой-то Германии. Вышли немцы снести стену, которую поставили в Советский Союз, берлинскую стену. Снесли ее к чертям собачим просто и обнялись. Друг друга обняли за то, что веками терпели под тоталитарной машиной советской. Оттуда убегали, за это погибали, а тут они спокойно наконец-то смогли это все разрушить, вот эту тюрьму народов. Настоящая тюрьма, вот это мини-разрушение этой тюрьмы народов произошло в Берлине. Так объединилась Германия восточная и западная. Восточная до сих пор догоняет райончики отличаются от квартала этого города, они отличаются очень сильно от запада, потому что насколько развитие стали за эти 50 лет, будучи в Советском Союзе. Так что Берлин был захвачен советскими войсками, был захвачен, а Германия объединилась абсолютно мирно. Ну да, но я говорю, что если западная захватила бы восточную, то тоже же был захват, но это она же объединилась бы так и так. Неважно, мирным или военным путем. Что за чушь просто вот эта? Ну как, есть лидия и мирным, есть объединение военным путем. Я вижу только оправдание каких-то агрессивных мер сейчас. Не знаю, как бы Турция же Гитлер напал на Польшу? Ну, напал, да. А он говорил, что идет освобождать немецко-говорящих людей, которые их притесняют. То есть он подменял понятия. Он выставлял какое-то негативное абсолютно агрессивное действие захвата под объединением немцев, которые там угнетались. Ну, наверное, так вот. это подмена понятий. Абсолютно. Гитлеровская тема просто. Как любой политик делает. Как Россия делает. Как вы делаете. Как представители России, как вы делаете. подменяете понятия. Так любой политик делает, понимаете. Любой. Какой любой? Да, любой абсолютно. Какой? Любой. Президент США так делает. Президент Украины. Конкретно пример, можете сказать? Назвать пример. Вы вообще отошли от темы. Знаете, вы так далеко отошли от темы. Смотрите, вы так далеко от темы отошли вообще абсолютно. Я вас спрашиваю, с какой целью фальсифицирует историю в учебниках ваших. Я вам показал эти фальсификации, а вы говорите, ну, в принципе, ладно. Давайте я вам приведу пример подмены понятий. Вот почему, например, есть легендарная фраза Ричарда Никсона «Самоса он диктатор и мерзавец, но он наш мерзавец». Почему, например, американцы поддерживали диктатора Самоса, диктатора Пиночета, диктатора Франка, закрывали на это глаза, Пака Чунхи, почему они поддерживали в Южной Корее, и потом Чундухволя. Ты видишь, как я развязался язык у москови, когда он заговорил за Америку. А вас не интересует, почему Америка помогла России в 1891-1992 годах? Почему она поддерживала тогда Россию? Ты работаешь адвокатом, понимаешь, Запада полностью, коллективно. Я? Я за Запад вообще ни слова не сказал пока что. Я говорю чисто за фальсификацией России, а когда ты начал на Америку сразу же, смотри, как ты весело говоришь за Америку, за ее все... Откуда ты это все узнал? Скажи, откуда ты все это узнал? Мне интересно, источник, 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 скажи, источник. Давайте сейчас вам объясню. Давай, ты меня не будешь прибивать, я тебе... Не, смотри, каждый человек в России, не имея своего мнения, он берет откуда-то эти все вещи. Вот в данном случае ты взял из учебников старых, что объединяли русские земли. А вот это ты за американцем. Мне интересно, откуда взял. Тоже в учебнике каком-то? Так ты же мне перебиваешь, не даешь мне сказать. Я тебе объясню. Давай, только четкий ответ. Ты мне сказал, что политики российские подменяют понятия. Я тебе сказал, что любые политики подменяют понятия. Вы опять манипулируете. Вы опять манипулируете. Не нужно со мной общаться манипуляциями. Если я вижу манипуляции, я не буду вас слушать. Вот поверьте, я просто... Мне нет смысла слушать манипуляции. Ты же мне сказал, что политики подменяют понятия. Я поэтому так и сказал. Я так не сказал. Ты опять манипулируешь. Прямо в глаза мне обворешь, как исконный московид. Ты знаешь, что Корб... Ты читал историю Корба. Ты знаешь, что он записал за вас тогда еще. Помнишь, что он написал про вас? Все истории... Еще раз. Еще раз. Ты помнишь, что он про вас написал? Я знаю, что он про нас написал, да. Когда... Смотри, что он пишет, значит. Среди москвитян всегда и везде можно найти уже свидетелей, ибо до такой степени извращены у них понятия, что умение обманывать считается почти признаком высокого ума. Он еще писал, что когда его обман был наглядно обнаружен более правдивым свидетельством, мы не могли достаточно надевиться на испорченность нравов этого народа и на полную безнаканность у них отвердительные привычки ко лжи и клятву преступления. То есть ты мне сейчас лжешь. Для тебя это считается каким-то признаком высокого ума, что я сказал, что политики подменяют понятия. Я такого не говорил. Это просто ты вклал мои вещества. И ты пытаешься манипулировать. Смотри, мне это не интересно при манипуляции. Мне интересный четкий ответ. Откуда ты взял эту информацию про Америку? С каких источников? Давай, хорошо. Можно я скажу? Я задал четкий вопрос, и ты не уходишь. Если ты уходишь, я не буду с тобой общаться. Ну потому что ты знаешь, что я буду развивать свою тему, добьюсь правды, и тебе она не понравится. Какая правда? В том, что ты талант обычный. В том, что ты поддерживаешь агрессию. Скажи мне, Крым чей? Крым чей? Подожди, давай я... Ты можешь не стараться. Смотри, ты можешь не стараться. Ты можешь сказать Крым чей, и ты сразу уже квалифицирован как расист, а то, что ты следующий раз скажешь, уже будет не иметь никакого значения. Потому что будет не лучше Гитлера получится. Скажи, пожалуйста, чей Крым? Давай поделимся. Чей Крым? Че-то с темой перескакивает. Не-не, это ты боишься ответить. Чей Крым? Чей Крым? Чей Крым я спрашиваю? Чей Крым? Чей Крым я спрашиваю? Чей Крым я спрашиваю? Еще раз, я этого не говорил, не ври, мне прямо в глаза. Просто ты смешон в этом случае, потому что когда ты пытаешься мне врать, укладывать свою правду, как в учебниках пытаются укладывать правду детям, будущим расистам, каких они воспитают, дети могли бы быть нормальными, если бы не эти учебники, которыми их просто манипулируют, фальсифицируют, врут, а потом они думают, что это истина. Понимаешь? Я тебе конкретно сказал, если ты будешь манипулировать тем, чего не было, создавать свою альтернативщину, мне плевать, что ты будешь говорить. Ты вриешь уже. Вриешь уже. Значит, ты можешь манипулировать на тех вещах, которые я могу не знать, например. То, что ты про Делли сказал, мне история Делли абсолютно где. Ты постоянно говоришь за какие-то очень далекие факти, потому что проблемы России, ты не хочешь озвучивать. Тебе в твой мозг заквали такие вещи, что ты не должен обсуждать внутренние проблемы России. То, как она абсолютно всему миру бьет прямо в глаза, как ты пытаешься сейчас делать. Еще раз я тебе спрашиваю, если ты не отвечаешь, мы с тобой расходимся. Чей Крым? Давай. Велком. Чтобы я мог понять, с кем я общаюсь. С адекватным человеком или пособником-оккупантов. Давай. Чей Крым? Давай. Я тебе объясню все. Опять, видишь? Вода. Чистая вода. Бараньо, смотри, вот так называется освобождение, смотри, вот так называется воссоединение исконно русских земель. Вот вы Бахмут называли исконно русским городом, который как раз таки в газете лондонской за 18 век пишется, что он находится в Украине. но вы это бронье продвигали продвигали всем на свете и вот смотри, как это воссоединение и спасение народа Донбасса и тому подобное закончилось. Видишь? Вот твое воссоединение. Это не воссоединение, это захват оккупации, это агрессивные действия. Вот так оно выглядит. Вот так выглядит следствие того, что ты пытаешься сейчас затернуть. Еще раз я тебя спрашиваю, чей Крым? Ну, зачем мне на этот вопрос тебе отвечать? Мы с тобой перед предыдущей темы... Правда, потому что ты спалишься, потому что ты свою позицию расистную спалишь, потому что это и так очевидно было, потому что ты пытаешься продвигать те вещи, которые не относятся к реальности. Ты абсолютно не хочешь отвечать на то, что тебе неудобно. Ты хочешь как-то перевести тему на Америку, на то, что у нас плохие союзники в украинцах, на то, что от них ничего хорошего ждать нельзя, посеять раздор, естественно. Для чего вам все эти темы, которые не относятся к России? Для того, чтобы сеять раздор, разделяя властвы, а потом просто прибирать, потом просто вот сделать то, что вы сделали с этим городом. Видишь, это все многоэтажки. Знаешь, какой это город? Не узнаешь? Это тот же Бахмут. Видишь, это тот же Бахмут. Недавно вы захватили еще два города украинских, они приблизительно так же выглядят. Там, Ерске, вот, если последний вот взять, например, а, это самое первое получится. Торецк тут же. Посмотреть, вот Торецк, вот это, вот это следствие того, что пытаются сеять московиты раздор у других. Кстати, я видел где-то цитату интересную, вроде, в пролыфа Орвыка в Конституции. Я тебе, смотри, я тебе дам слово сейчас, ты скажешь, Чей Карим и будем общаться дальше. Торецк, он не до конца, ты ошибся, видишь, опять. Так что, вы разрушили, я показал, как вы его разрушили, видишь? это воссоединение, вы его хотите захватить. Вы его захватили. видишь, как ты в курсе всех новостей последних. Видишь, сразу спалишься, сразу палишься, сразу палишься. Так, Чей Карим. Я знаю, ну а что, зачем мне тебе отвечать? Чей Карим. Зачем мне тебя отвечать? Ну, ты же понимаешь, ты реально будешь наивно надеяться на то, что я тебе буду давать слово, если ты будешь игнорировать мой вопрос? Чей Карим еще раз? Я убежал очень грамотно. Да слушай, я понял, что ты хочешь на Америке проманипулировать, сказать, что вот они поддерживали злые режимы, которые я как раз таки, почему они это делали, кстати, потому что бы разрушить главную империю коммунистическую, советскую, в принципе, для этих действий. Но ты хочешь на этом сманипулировать так, чтобы издать наших союзников за наших врагов. Это разделяй власть, это вообще первый век до нашей эры тактика, понимаешь? Юлия Цезарь, она абсолютно, абсолютно сейчас выглядит с твоей стороны смешно, потому что я ее разоблачил. Ты можешь не продолжать, ты можешь просто ответить четко на мой вопрос. Если не отвечаешь, я тебе не дам слова, и все. Я пока просто буду искать цитату, которую я хотел бы зачитать, которая объясняет твои действия сейчас. Так вот, Конституция Пилипа Орлика за 1710 год. Соглашение, сопровождавшее избранием Пилипа Орлика на гетьманство опальным и беглым сторонникам Ивана Мазепы. Вот, что, смотри, он пишет из самого начала про то, как действуют московиты. В царство не гетьмана, его превосходительство Ивана Мазепы, московское государство, желая окончательно осуществить свои злые намерения и отвечать злом на добро вместо благодарности и уважения за эту верную службу и потери за нее, вплоть до последнего уничтожения имущества, за храбрость и военную и крылавую службу, непременно хотело превратить казачество в регулярное войско, присоединить города к своим губерниям, уничтожить права и вольности военных, искоренить армию запорожскую и стереть это имя навсегда, о чем свидетельствует доказательство и начинание тогда Иван Мазепа, переживая за целостность родины, права и вольности военных, имея сердечное желание во времена своего гетьманста увидеть, а после смерти оставить свое имя до вечной памяти свое отечество цветущее и обильное, а войско запорожское городовое и равнинное не только в неприкосновенных, но и в расширенных вольностях ушел под неукоримую защиту православлившего короля Швеции Карла XII, который вступил на Украину со своей армией. Гетьман Иван Мазепа был последовательным приемником своего предшественника славной памяти победоносного гетьмана Богдана Хмельницкого, который вместе с прославнейшим королем Швеции и его королевством величеством его дедом Карлом X единогласно в военном деле при освобождении своего отечества от польского подданства в то время соглашалось, надеялся на не меньшую помощь в разрыве с польскими войсками, но неведомая судьба Бога столь отчаянно и намеренные Ивана Мазепи не сбились из-за переменчивой военной удачи, а сам он погиб в Бандерах. Однако суретел после смерти своего прежнего полка войско Запорожское, не теряя надежды на желанную свободу и твердо полагаясь на помощь Божию, на защиту святлейшего милости короля Швецкого и на праведность своего дела, которое я привыкал всегда торжествовать, поддерживать его и совершенствовать военный порядок. Решило на большом собрании генерал согласия и так дальше, и так дальше. Ну то есть тут смысл то в чем изначально? В Конституции Пилипа Орлика пишется за то, как московское государство пытается колыхать ситуацию внутри других стран, потом ее использовать для собственных целей, в том числе для захвата. Вот, что я тебе хотел показать. У меня еще один документик есть, ты что-то хотел сказать, чей Крым, да, Варьин? Не, я тебя нашел торгово-китайский и американский баланс, он 758 миллиардов долларов. Чей сайт ты сказал уже? Чей сайт? Скинь мне сюда. Ну, можешь меня забанить. Ну так что, ты боишься скинуть или что? Еще раз, скинь сайт, как доказательство. Ты что, боишься скинуть сайт? Ну да, ты меня можешь забанить. Понятно все с тобой. Так о чем ты можешь тогда говорить, если ты ничего не хочешь скидывать? Какие у тебя доказательства? Я тебе показываю все черным бобелом, я тебе кучу документов показал. Покажи мне так же. Ты меня забанишь, зачем? Я же знаю. Я тебя банил куда-то? Ну нет, потому что я ничего противоправного не делал. А, ничего не делал? Ну так скинь тогда, в чем проблема? Скинь сайт. Это наручь правила, что рулетки, что я в чате что-то напишу. Напиши название сайта, хотя бы. Это наручь правила, что рулетки. Ты не можешь ничего написать? Смотри. Ля-ля-ля-ля-ля. Напиши. Название сайта, с которым ты хочешь прочитать. Так вот меня можешь забанить. Бань. Нет, не забанить. А, что такое? Неудобно, да? Не можешь скинуть сайт, который ты читаешь? сам придумал. Понятно. Я могу тебе три буквы написать. Хочешь? Понятно. Осип Максимович Бодя... Смотри, смотри, у меня есть прекрасная цитата с копией письма князя Гетмана Пилипа Орлика верховным посетителям Бендер, то есть города Бендер, 10 марта 1712 года. Это размещено, это переписка и другие бумаги шведского короля 12-го, польского Станислава Лещинского, татарского хана, турецкого стултана, генерального писателя Орлика и киевской воеводы Потоцкого на латинском и польском языках. Москва в 1847 году в архиве историком Максимовичем Бодянским размещено. Здесь пишется, московиты, что хотят переговоры о мире, как сейчас, вы хотите переговоры о мире, теперь думают только за обладание Киевом и всей Украиной, расположенной по обе стороны Борисфена. В прежней свободе они должны восстанавливать ее. Я очень хорошо знал, что ни Киев без Украины, ни Украина без Киева никогда не могут существовать. Ибо какая польза от главы без общества и общества без главы. Ибо что может быть дороже и славнее, как в церковном, так и в политическом государстве Украины, чем ее столица Киев, где истоки нашей религии берут свое начало, где с благовейным богослужением почитаются святые места и для исполнения обетов, и для разрешения духовных дел стекаются люди всей Украины, где агитируется изучение нашей православной веры, где духовенство составляется в свои священные саны. Москва, с врожденной хитростью, уловками, внутри Украины, разжигали бы внутренние движения и страхи средствами масс и фракций, тайными платформами, открытыми схемами, подстарикали бы дворян и крестьян к опасному и разрушительному восстанию. И эти соображения, и эти ужасные злодеяния, которыми московское бешенство посеяло Киев и до сих пор охватило и несчастило Украину, подсказали мне побуждение заставить отомстить за жестокое игорь Москвы со всей Украиной, ее главным городом Киевом, свободу которого, чем легче мне было надеяться, тем успешным я думал, по некоторым сведениям, что наше отчаянное дело по освобождению всей Украины добились успеха. Вот это 17 век, нет, это начало 18 века Филипп Оллик передал ту ситуацию, которая сложивается сейчас. Переговоры нужны Москве только для того, чтобы впоследствии захватить всю Украину и Киев. А до этого делается постоянное разжигание внутри, разжигание вот с хитростью и так дальше, разжигание между какими-то, да, между столбицами, между союзниками и так дальше, разжигание вот этих всех вещей, но никак не обсуждается проблемы самой России. Ну так что, ты скинешь мне там сайт, скажешь, что Крым, так ты скинешь мне сайт? Название сайта скинешь? Название? Я же тебе сказал название. Понял. Ну, на нет и суда нет, земля железобетоном, московит. У вас ничего не получится. Мы историю уже выучили. Уроки прошлого мы выучили и учим их дальше.